Всем привет! Вы на канале М62 и сегодня у нас на обзоре лазерный уровень Pragmao Green LD525. Купил я его на распродаже Алиэкспресса 11.11 за 3250 рублей. Доставка была из России, дошел за 10 дней. Присылают его вот в такой картонной коробке, которая обернута в фирменный пакет Алиэкспресса. В этой комплектации есть мини-поворотный штатив. Так, рассмотрим, что у нас здесь. Сумка с ручкой. В ней располагается уровень, зарядное устройство, очки, инструкция, очень помятая, аккумулятор. Есть еще в комплектации, где используются большие штативы до 1,5 метра, но стоят они дороже на 503 тысячи рублей в среднем. Открыв инструкцию на первой странице, видим характеристики. Дальность 30 метров, погрешность плюс-минус 0,2 миллиметра на метр, настройка меньше чем за 4 секунды, рабочая температура, влажность, класс уровня, разъем под штатив 1,4 и 5,8. Напряжение аккумулятора 3,7 вольт. Время непрерывной работы 3,9 часов. Я так понимаю, если работают все лучи, то 3 часа, а если 1, то 9 часов. Далее написано, что для транспортировки уровня надо блокировать маятник поворотным выключателем. Здесь у нас есть поворотный выключатель, который в положении OFF полностью блокирует маятник. А также написано, как уменьшить погрешность при замерах. В реалии мало кто использует эти формулы. Тут небольшим шрифтом написано формула. Так как, если взять комнату на 5 метров, погрешность будет всего 1 миллиметр. Что, собственно говоря, особо не существенно. Аккумулятор здесь свой, заменяемый. Отдельно стоит около 500-700 рублей на Алиэкспресс. Так что мало, если одного, всегда можете приобрести второй. Вставляется он снизу вверх. Вот так задвигаем до упора. Переключаем в позицию ON. Включаем уровень. Сверху две кнопки. V отвечает за вертикальные лучи, H за горизонтальные лучи. В зависимости от того, что вам нужно, выставляет необходимый режим. Теперь рассмотрим мини-штатив. Состоит он из трех ног, которые можно выворачивать для выравнивания площадки. Улы площадки и трех рукояток для точной настройки. Закрепляем уровень на мини-штативе методом вкручивания. Вот мы его закрутили. Смотрим вот на этот пузырьковый уровень. Если он совсем где-то в стороне убежал, то выставляем с помощью ножек его как можно ближе к центру. Смотрим. Каждую ножку крутим и выставляем как можно ближе к центру пузырек. После того, как мы настроили его, можем пользоваться. Включаем уровень. Как видно, уже удобнее вращать его вокруг своей оси. Он уже стоит у нас по уровню. Не пищит, что ему что-то не нравится. Если вам необходимо более точная подгонка, используем рукоятки. Вот эти более точные подгонки. Рассмотрим остальные предметы в комплектации. Зеленые очки. Как нам утверждает производитель, в них лучше видно луч. Но для себя я особой разницы не заметил, разве что луч более собранный через них. А на дальность для меня никакой разницы. Так же есть зарядное устройство, выдающее 5 вольт на 2,5 ампера. Когда ставишь на зарядку, вставляется он просто в аккумулятор. Ставишь на зарядку, загорается красный светодиод. Когда этот светодиод становится зеленым, зарядка окончена. Если уровень находится на слишком большом уклоне и не может настроиться, он писком вам даст об этом знать. Смотрите, к примеру. Вот он настроен ровно. Если уклон большой, писк и мерцание говорит о том, что верить ему сейчас нельзя. Его нужно настроить, его нужно поставить ровно. И только после этого, то, что он показывает, можно считать верным. Сравнил этот уровень с уровнем ТК-126, китайский, за 1200. Возможно будет обзор на канале. И профессиональный Бош ГЛ380 справа. Как видно, по яркости уделывает их обоих. Толщина линии чуть толще, чем у обоих. Днем луч видно. Примерно где-то расстояние на 7 отошел. Отсюда, от уровня видно луч. Если подходишь, еще лучше видно. Возможно, камера все не передаст. Но разглядеть можно. Ночью отошел где-то около 50 метров. Видно хорошо. А это был обзор на лазерный уровень Pragmine Green LD525. Напишите в комментариях, какой лазерный уровень вы бы посоветовали к покупке. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok